Всем привет, ребятки, с вами Флэш, это обзор деблога номер 113 на практике. Как всегда, перед началом советую посмотреть прошлое видео, там где полный обзор деблога 113, потому что на практике я показываю не все обновления. И начну с самого, конечно же, главного, это новое навесное оборудование, дульный ускоритель и дульный тормоз. Начнем с дульного тормоза, Мюзельмазельбрейк, короче, как считается, еще не уточнял, ладно, пофигу. Что нам говорит его описание? То, что он уменьшает отдачу, но при этом, конечно же, мы должны чем-то расплачиваться. А мы расплачиваемся тем, что путь пули становится более непредсказуемым, то есть она начинает больше косить. Это очень сильно заметно при стрельбе из лука, то, что стрела в одно и то же место при идеальной точности всегда будет немножко отклоняться в разные стороны. Так вот, пули, естественно, начинают тоже отклоняться. Теперь проверяем на калаше. Стреляю стоя, не контролирую отдачу полностью, просто зажимая левую кнопку мыши без всякого навесного оборудования. Ну, как видите, уходит моментально вверх. Теперь ставим наш дульный тормоз. О, кстати, давайте-ка разглядим его получше. Потому что выглядит, по-моему, он просто... Не зашибись. Не, он как-то косо вставлен, смотрите. Видите, как? Он как-то вообще сбоку стоит. Это так должно быть? Интересно. Так или я не так смотрел? Ну-ка, если вот так вот посмотреть. Не, все равно криво стоит. Ладно. А, хотя здесь тоже, да, это просто кажется. Вроде криво стоит. Ладно, все, одеваем. Вспомнили, какая была отдача. Тоже не контролирую и стреляем. Ну, намного. Чуть ли не в два раза, если не больше, стала отдача меньше. Это я еще раз повторюсь. Не контролирую. А если я присяду и на правую кнопку мышки, то можно стрелять чуть ли не в одну и ту же точку. Очень хорошая кучность. Так, чем мы расплачиваемся? Давайте теперь посмотрим более точные выстрелы. Вот, допустим, без калаша стреляю. Ну, допустим, куда-нибудь стреляю. Мы будем наблюдать путь пули. Я вот сейчас постараюсь несколько выстрелов в одну и ту же точку сделать. Но, по сути, у меня проблем это не возникнет. Потому что видно, что оно все кучно легло. И теперь делаю то же самое, только чуть ниже. Опа. Нифига себе! Это просто анрил. Она настолько косить начала, я реально не ожидал. Я тупо стреляю в центр, ни одна пуля еще не попала в центр. Все ложатся тупо вокруг. Вот это расплата. Не, ребята, это, конечно, штука классная, но смысл. Отдачи-то нет. Но она вообще не попадает. То есть никаких хедшотов не может быть и речи. Вот, еще раз напомню, черное пятно, когда я без этой штуки стрелял. Давайте вот еще раз. Пустое место. Стреляю тупо в центр. Ну, это просто жесть. Ни одна пуля не ложится в центр. Это как раз разлет, ну, на таком расстоянии, умещается в прицел. Просто жесть. Ну, смотрите. И теперь снимаем просто, чтобы явный эффект. Не, ну, честно говоря, сейчас я идеально практически можно ложить пуля в пулю. Ну, отдача больше, кстати, да, у меня же. Я думаю, что за фигня? Просто его кидает сильно вверх, даже несмотря на то, что по КМ. Я сижу. Просто жестко откидывает. Ну, не знаю, ребятки, конечно, на любителя. Вот я сейчас поставил навесное оборудование опять. Отдача, конечно же, меньше, но попасть куда-то нереально. И сразу же, чтобы проверить разницу, опять же, темп стрельбы простым калашом. О, без всяких ускорителей. И теперь ставим уже дульный ускоритель. Ставим сюда и темп. О! Такое ощущение, даже какие-то проскальзывания есть. Давайте еще разочек попробуем залпик. Как-то он, знаете, неравномерно, что ли, стреляет. Я даже не знаю, как это объяснить. Но такое ощущение, что он как-то через раз. Так, давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, этот вроде ровно встал, кстати, на ствол. Можно сказать, практически идеально. В отличие от... Не, все равно косит, видно. Немножко ушел теперь в другую сторону. Видите? Но получше стоит, чем тот. Да, забыли совсем же прочитать. Теперь описание у него. Дульный тормоз мы прочитали. То, что уменьшает отдачу, но при этом расплачиваемся точностью пули. И дульный ускоритель. Возвращает газ обратно. Бла-бла-бла. Естественно, цикл перезарядки делает быстрее. Темп с рыбы увеличивается. Но чем мы платим? Мы платим это скоростью нашей пули. Я так понимаю, она будет медленнее лететь. Соответственно, возможно, и урона наносимый будет меньше. Убойная сила меньше. И точность. И точностью мы тоже платим. Давайте теперь еще разочек. Без всяких навесных. Четко в точку. И теперь ставим навесное, чтобы сразу понять. Ага. Вот я пытаюсь в ту же самую точку. Не, вроде тут тоже ложится более-менее. Не, ну и конечно не такой разлет, как у дульного тормоза. Но такое ощущение, что все же немножко похуже. Но темп стрельбы, конечно, он дает приличный. Если зажимать. Ну, все равно как-то через раз. Не знаю. Так, давайте пробежим теперь по основным оружиям. Полностью, полный обзор я не буду делать на все оружие. Иначе девблога не хватит. Так, у нас М249. Сначала стрельба стоя без коррективы. Ничего не компенсируя отдачу. За буквально 4 выстрела он ушел вверх. Теперь ставим дульный тормоз. Ну да, в 2 раза меньше делает у нас отдачу. И, соответственно, точность тоже оставляет желать лучшего. Пули летят куда угодно, но только не... Хотя... Не, не, видно. Но улетает куда-то в угол. Ну а сидел можно просто идеально ложить, конечно, пули. Но при этом точность оставляет желать лучшего. Так, и сразу проверяем. Чисто быстренько пробежимся, как что. Кстати, видите, какой износ приличный. Фига себе, не изнашивается. И ускоритель. Стрельбы. Ну это... Это просто, ребятки, жесть. Это просто какая-то машина убийств. Давайте еще разок. 100 обойма. И погнали. Можно просто какое-то нереальное заграждение огнем сделать. Стену можно снести, наверное. Ускоряет просто Unreal как. Так, давайте теперь смотрим на Томпсона. Без корректировки просто стреляют бедра. Хотя у Томпсона не такая большая отдача от бедра. Ставим теперь дульный тормоз. И стреляем, опять же, от бедра без корректировки. Ну вообще. Вообще практически отдачи нет. Проверяем точность. Но я так понял, у всех оружие уже к точности хорошее, если вот так вот стрелять точка в точку. Ну да. То есть, видите, отклонения пули практически нет. Я спокойно могу стрелять практически в одно и то же место. Теперь ставим, опять же, компенсатор этот отдачи. И пытаемся попасть точка в точку. Кстати, на Томпсоне вроде это менее отражается. Не-не, ну прилично. Тут раскидало так, что, мама, не горюй. Но, в принципе, стрелять можно. А бедра это просто жесть. Так, теперь проверяем дульный ускоритель. Точно замерять уже не будем. И просто наслаждаемся темпом стрельбы. Вот это да. У меня такое ощущение в какой-то момент показалось, что меня даже назад немножко откинуло. Или эта камера так отдаляется? Ну-ка, да еще раз. Да, камера отдаляется. Я прям это чувствую. Она как-то назад такая прям аж отходит. Но темп стрельбы просто, конечно, поражает. Томпсон просто реально тоже машина для убийств. Так, СМГшечка. Стреляем от бедра. Смотрим. Ничего не корректирую. Ну, практически за всю обойму только ушла из зоны. Теперь ставим сюда. СМГшка никогда точностью не отличалась. Вообще не корректировал. И немножко буквально ушла вверх. Теперь посмотрим на точность. Если более-менее прицельно стрелять. Ну, вы видите все сами. Это без этой штуки. Точнее, с дульным тормозом. И теперь постреляем, мне самому интересно, на правую кнопку. Ну, то есть вы видите, насколько кучнее ложится без дульного тормоза. При прицельном огне. И теперь самое интересное. Запомнили темп стрельбы. Еще раз напомню. Все равно как-то прерывисто стреляет. И теперь ставим дульный ускоритель. Оп. И стреляем. Ну, если честно, как-то разница не бросается сильно в глаза. Все-таки на Томпсоне, на Калаше и на М249 в особенности. Это очень сильно чувствуется. Так, теперь дробаш. Дробаш. Мы давайте попробуем ее. Посмотрим, на дробаше работает уменьшение отдачи. Тоже не корректирую после каждого выстрела мышкой. Ну, за три выстрела ушла из стены. Теперь ставим. И смотрим отдачу. Раз выстрел, два выстрела, три выстрела. Ну, такое ощущение, что да, все-таки какой-то эффект есть. Теперь темп стрельбы. Зажимая просто до упора левую кнопку, смотрим темп стрельбы. А, не, надо гладцать. Это без навесного темп. И теперь ставим ускоритель. И стреляем. Да, явно ускоряет, ребятки. Явно ускоряет. Хотел еще посмотреть, как это отразится на пайпушке, на отдачу. Но, к сожалению, навесной на пайпушку вообще никакой из дульного не ставится. Тоже по приказу, я решил на огнемет. Два слота свободных, но тоже не ставится. Причем огнемет заменяется, а пайпушка не заменяется. Смотрим на цену всего этого добра. Дульный ускоритель стоит немножко дороже, 10 металлов. Тормоз 8 металла. Ушитель 12. Но, как мы знаем из деблога, цену уменьшили на 50% всего этого. Лично для себя, я уже сразу понял, что вот эта штука однозначно нет. Она меня, те преимущества, которые она дает, для меня вообще не критичны. Потому что я с калаша и так стреляю достаточно неплохо. Я имею ввиду, компенсирую отдачу вот без ничего. То есть, зажимая спреем, ну и при этом ложится достаточно кучно. А теперь смотрите без отдачи и как это ляжет все. Ну, как бы странно. Либо я опять так компенсирую. Но, не знаю, для меня нет. А вот ускоритель, вот ускоритель это тема. Во всяком случае, может быть и не на калаш. Отдачка, да, побольше. Потому что темп стрельбы увеличивается, сильнее начинает кидать. Но Томпсон, Томпсон это просто гроза, мне кажется, будет теперь. Всех пабов, так и хочется сказать, на жаргоне дольте. Один темп и теперь смотрим другой темп. Совершенно другой Томпсон. Ну, это просто жесть какая-то, реально машина. Ну, а М249 это вообще вне всяких сомнений. Если у вас он есть, однозначно ставьте дольный ускоритель и просто не знайте горе. Жесть, такое ощущение, что даже звук не успевает проигрываться. Следующее изменение. Следующее изменение, такие серьезные, касается РТ на процедурных картах. Опять все элементы, которые копились в течение месяца, то, что они обрастались текстурками, это все вводится после вайпа всего на официальных серверах. Насколько я помню, из позапрошлого Дивблога вот эти штуки все обросли текстурками. Такое вот все ржавое, красное стоит. И вот эти вот штуки, я их прям четко запомнил на скрине. Теперь они тоже не в виде, пластмассовые, непонятно что. Бестекстурная штука, а достаточно все неплохо прорисовано. Какие-то желтые краски, какие-то серые краски, серебряные, я даже не знаю, как это выразится. Но, в принципе, уже все-все неплохо начинает выглядеть. Осталось вот такие вот небольшие элементы. Внутри здания там еще, я помню, какие-то вещи вот эти вот валяющиеся. А так, в принципе, в целом уже, если сдалека так бросить взгляд, то РТ очень достойно выглядит. Сейчас полетим еще на водонапорную башню. Вот наша водонапорная башня. Я вот не помню, вот эти вот, на чем она стоит, опоры, они были или нет. Но такое ощущение, что не было на них текстур. Реально прям такие выбоины появились. Тут вообще разлом такой конкретный. Причем просвечивается все. Выглядит очень-очень круто. Сама башня вот сдалека вот так вот выглядит. Помните, раньше просто было все гладенькое. Теперь сейчас покажу еще дополнительный пол, который обещали разработчики в этой башне. Пока ее хочется так разглядеть. Действительно, тут стоит очень опасно. Бетон трестал, но, в принципе, держится на каркасе железном. Так, давайте попробуем залезть, как обычно это происходит. Посмотрим, что поменялось у нас. Так, можно вот так вот через пробел лезть и намного быстрее. И вот тут уже сразу видно, конечно, да, уже бетон. Все классненько, текстурки все видны. Подтеки ржавчины. Так, забираемся на наш первый пол, который, в принципе, тут вот лист металла такой оттопырился. Да, не только здесь. Тут тоже видно такое все, даже как бы зеленая такая штучка. Типа мхом все начинает зарастать. И вот он, наш первый пол, который был. Первый этаж, первый ярус. Я не знаю, как это объяснить. И вот он второй, да, он открылся. Раньше он был недоступен, невозможен. Вот тут все было с лошадником. И лесенка. Небольшая лесенка, куда мы забираемся благополучно. И тут у нас тоже спавнятся ящички. Что мне сейчас попадет? Кстати, неплохо. 12 чертежей, шприцик для изучения, если вдруг сюда упасть нельзя, быстро спуститься. Все наглухо закрыто. И отсюда куча просто снайперских позиций, которые вот эту часть рты отстреливаешь. Ну да, вот это, короче, все. Башня теперь, она и так была чисто для снайперов. Но немножко было неудобно, потому что ты вот здесь вот на виду очень, когда пытаешься как раз отстрелиться. А если по тебе начинает вести огонь, чтобы спрятаться, тебе нужно аж забежать сюда и тут как-то укрыться. То есть как бы немножко неудобно. А теперь это реально идеальная башня просто для снайперов. Тут такие щели можно находить. Если вот через это можно, допустим, прострелить, наверное. Да, да, можно все простреливать. Просто тут такой отстрел можно вести колоссальный. Только, столько щелей я не видел ни в одном месте на РТ. Но это просто идеальная снайперская позиция, действительно. Для сбития вертолета интересно ее еще применить. А, блин, вертолеты будут простреливать. Все, все, я на верхней обратил внимания. Но позиция реально очень крутая. Ну а сюда, если как-то подсадкой забраться, наверное... А, я провалиться могу? Да, могу. Окей. Ну тут достаточно опасно. Тут надо смотреть под ноги, чтобы по ней бегать и отстреливать людей. Но позиция реально очень крутая. Да, ребят, пока еще сидел здесь, все-таки решил попробовать болт по поводу этого всего навесного оборудования. Конкретно насчет дульного тормоза особой разницы не заметил в разлете пули. Стрелял в бедра, точка в точку. Ну, может, немножко увеличивается, опять же, рандомно пули летают. Хотя, даже без дульного тормоза у него все равно точка в точку пули не летят. Вот, опять же, сейчас целюсь в одну и ту же точку. Первый выстрел. Целюсь туда же. Ну, немножко кучно, но все равно... Вот так, как бы хотелось. Ну да, все-таки дульный тормоз увеличивает. Блин, увеличивает у нас разлет. А дульный ускоритель действительно увеличивает перезарядку между выстрелами. Сейчас, опять же, клацаю быстро. И без дульного ускорителя. Уже видно, что действительно медленнее начинает перезаряжаться. Ну, хотя для болта это вообще, мне кажется, нет смысла все это ставить. Поэтому я вначале его не тестировал. Потому что все-таки ты в основном рассчитываешь на одиночный максимум повторный выстрел и все. И цель готова. Не надо тебе прям 4 выстрела тупо как с калаша пытаться выстрелить. На то он и болт. Ну, а отдача вообще, мне кажется, речи быть не может. Потому что всегда тоже после каждого выстрела ты все равно потом заново пуль туда же не посылаешь. Пока перезарядка, ты заново прицеливаешься. Поэтому отдача вообще не имеет никакого значения. И из последних изменений по РТ, таких серьезных. Это вот эта вот емка с цистерна, которую немножко упростили. Процесс подъема, как пишут сами разработчики, чтобы немножко было действительно интуитивнее понять, никуда прыгать. Вот этих элементов я не помню, давно ли ее вообще текстурировали. Но такое ощущение, что действительно ее прям хорошо сделали. И внутри, опять же, вроде не так все было. Тут и проработали лестницу. Она явно не такой была. Тут такие уже упоры стоят. Металлическое ограждение. Ну, выглядит очень все достойно. И теперь давайте протестируем тут вот обломки лестницы, опять же. Которые могли бы уже сделать. И мы спокойно взалазили. Не надо было паркурить. Давайте вот сейчас вот я с первого раза попробую. Как пишут разработчики, сделали намного проще, интуитивно понятнее. Но тут все повторяется, в принципе. Так вот перепрыгиваем. Тут можно... Ух ты, нет. Ну, я буду немножко читерить, чтобы сэкономить ваше время. Немножко сюда подымусь. Вот тут вот самый опасный был прыжок. Не, не здесь еще. Вот после вот этого. На трубу, блин. Да, улетаешь немножко вбок. Но я помню, что вот в самом конце самый жесткий прыжок был. Да, вот эту вот металлическую преграду немножко убрали левее. И теперь достаточно легко вот на эту трубу запрыгнуть. Да е-мое, легко. Я, короче, для меня это вообще не легко, нифига. Разрабы, что-то не то. Что перепрыгнуто, не допрыгнуто. Ладно, сделаем вид, что мы допрыгнули. Все равно соскальзываешь. Как ни крути, нужна небольшая практика. Я вообще на эту трубу никогда не забирался толком. Поэтому... Да ты что, прикалываешься, что ли? Как ты соскакиваешь-то? Вот самая сложность, это вот на эту трубу попасть. Вот, когда вы миновали эту преграду, после этого уже, по идее, сложности вот на эту широкую, в принципе. Да, легко попасть, но не мне. Тут в центре не проваливаешься, на этой широкой. То есть даже можно походить по центру. Внутренне вы не провалитесь. И вот тут вот уже на самую тоненькую. И наверх. Да, и что нас тут ждет? Почему же я так долго старался? 5 МВК. Лук стрелы. Ну, в принципе, хорошо, что я сюда никогда не залазил. Особо вы тут один фиг ничего не найдете. Ну, как видите, все легко. Очень просто с первого раза залез. Ну, конечно же, я шучу. Один фиг у меня не получалось. Но самая сложность, именно вот здесь вот. Ее упростили. Этот выступ, что ли, поменьше стало. А дальше уже полегче. Ну, в общем, вот такие вот, ребятки, изменения. В принципе, основное все показал, чтобы не затягивать Дивблог. Сухпайки, которые мы находим в воде, их еще не ввели. Которые я показал в Дивблоге в полном обзоре. Новую систему метания оружия, как на примере с луком. Когда зажимаешь правую кнопку, целишься. На левую, не отжимая правой, кидаешь. Еще тоже не ввели. Пока на все оружие ее не переделают. Гниение трупов после смерти тоже вроде еще не ввели. То есть еще как таковой механики нет. Сам процесс есть. Ну, сама 3D моделька как-то выглядит. Опять же, в полном обзоре все это показано. И по поводу фикса эксплойта. Насчет этой пресловутой уже админской админтулс. Вот этой панельки, которая убирает все вот эти фишки, которые я вам показывал. Там можно убирать траву и так далее. Вот. Я уже прочекал ситуацию. Примерно понял. Действительно, да, такой был баг. Когда ты заходишь сначала к себе на сервер, ты админ. Потом выходишь, заходишь на любой другой сервак. И у тебя, короче, эти функции работают. И ты спокойно на абсолютно рандомном сервере, где вообще никаких прав нет, тоже подходишь, отключаешь, блин, стены, смотришь, где ящики. Короче, жесточайшая. Я говорю, официальный чит. Благо это заметили, пофиксили. Но люди описывались. Мне писали то, что два дня вообще безнаказанно. Все этим, ну, кто знал, этим пользовались. Рейдили. Все видели сразу расположение домов. Ну, не зря я боялся. Я об этом только упомянул в целом видео, посвященное этой гребаной панели. Какого хрена ее вообще ввели. И тут же появляется баг, когда простому игроку на абсолютно любом сервере доступны все эти функции. Вообще круто. Разрабам жму руку очень сильно, чтобы она у них немножко отсохла, чтобы перед тем, как вводить такие штуки, чтобы они думали головой. Понятно, что этот баг все убрали, слава богу. Достаточно оперативно. Ну, делов уже кто им пользовался, наделали в свое время. Но, мне кажется, не составит никакого труда. Опять же, читерам еще уже использовать весь этот функционал. Как-то еще и про... Ну, короче, мне кажется, они упростили жизнь, блин. Всем и читерам, и админам. Всем упростили жизнь. Ладно. В общем, все. Кто смотрел девлог, можете закрывать видос. Всем пока. Вот. А для разбавления тоже мои наблюдения. Читаю иногда... Не иногда, а читаю практически всегда комментарии. Просто отбираю такие интересные моменты. Человек попросил замерить FPS при убирании всех вот этих штук. Что как влияет. Мне тоже это... Ну, я просто отбираю те комменты, которые мне тоже интересны. Читаю это я все. А именно обращаю внимание на те, которые мне тоже интересны. Специально выбрал такое более-более-менее сильно за... Открытое пространство с травой. Чтобы максимально было побольше травы. Потому что на берегу у меня там под 100 с лишним FPS, там где вода. Вот. Тут уже просело вот 70. Специально не отключал слева счетчик FPS, встроенный в игру. Понятно, при записи... Запись еще FPS 5 у меня сжирает где-то. Вот сейчас 80. На самом деле у меня 85 без записи. Да, вот сейчас только что проверил. 5-6 FPS жрет запись. Теперь будем проверять, что, как влияет. Потому что мне действительно это интересно. Так, вот смотрим сейчас, чтобы немножко устаканился FPS. Даже двигать не буду, мышкой стараться. 79 FPS. Убираем искусственный интеллект. Мне кажется, он вряд ли будет влиять на FPS. Да, даже немножко просел. Так, убираем construction. Ну, тоже не должно повлиять, потому что у меня construction никаких и нет. Самое интересное, убираем. Это у нас derby's. Это не то немножко. Вот default как раз убирает траву. Убираем и смотрим прирост FPS. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 123 FPS. Боже мой. Я, честно говоря, не ожидал такого результата. Кстати, сейчас только что проверил без записи. 134 FPS. То есть, чем выше FPS, тем почему-то больше жрет запись. Чем ниже FPS, тем меньше. Целых 10 FPS сожрала при таком FPS. Слой FPS слишком много раз повторяю. Короче, трава, ну как-то нереально. Просто она реально добавляет FPS. Давайте теперь посмотрим сюдашеньки. Добавим обратно траву. Бабах. Что мы в итоге имеем? Опять те же 77 FPS. И теперь я хотел еще, ну, ragdoll, мне кажется, тоже. Сейчас мы сразу уберем те фишки, которые вообще никак не влияют на FPS. Так, ну, пока что, во всяком случае. Terrain, это у нас поверхность. Вот, поверхность добавила. Здесь десяточку FPS. Хорошо. Terrain пока оставим. Мне больше вот этот параметр. 3. Деревья интересует. Смотрим сюда. 77. Убираем полностью деревья. И, на удивление, деревья вообще не добавили нисколько FPS. Хорошо. Давайте подлетим тогда. Сделаем легкий такой. Вот так вот. Так сказать. Тут сейчас, по идее, должно просесть немножечко. Ну, вот 70, допустим, да. Максимальное количество деревьев. Их убираем. Бабах. Ну, туда, туда. Тут, конечно, без вопросов. Хотя тут больше трава жирает. Да, это слишком. Ну, все равно. Даже если вот так вот я ровно поставлю. 80 FPS. Обратно возвращаю деревья. Когда мы близко стоим. 70. 60. Ну, по сравнению с травой, да, деревья тоже кушают. FPS 15-20 в зависимости от удаления от леса. То есть, вот на таком расстоянии, видите, когда деревья уже сами по себе сильно не прогружаются. Они в виде таких непонятных. Просто плоская фигня. То тут, конечно, уже сильно влиять не будет. Вот у меня 78-77. Опять же, выбираем деревья. То же самое. Да, вот на таком расстоянии они не являются. То есть, в принципе, у вас FPS сажается из-за деревьев только когда вы непосредственно в лесу находитесь. Если лезть где-то далеко, то практически вообще никаких изменений. Это хорошо. Это говорит о том, что действительно игра немножко оптимизирована хотя бы в этом плане. И лес, который находится далеко, сильно ресурсы не жрет. Так, слово интересное, клаттер. Мне уже подсказали, как он правильно читается. Да, я сам проверял. Теперь я его произнесу правильно. Ни о чем я в тот момент не думал. Я просто тупо прочитал чуть ли не как по-русски, как это читается. Поэтому такой курьезный момент произошел в одном из моих видео. А читается это как клаттер. Так, тоже никаких изменений. Ну, вот вода. Вот давайте, когда воды мы не видим, посмотрим. Бабах. Убираем воду. Тоже никаких. То есть, там кто-то жаловался. Типа, я знаю, почему в России хреновый FPS. Потому что под землей. Ну, сейчас я лечу под землю. Тупо одна вода. Тут видите, какие массивы воды. Типа, из-за этого она так и постоянно отображена. Обрабатывается. Типа, из-за этого жрет FPS. Потому что убрали бы воду под картой. И как мы видим, когда мы воду не видим. Как мы видим, когда мы воду не видим. Блин, что за тавтология постоянно. Как мы наблюдаем, когда у нас нет воды в прямом поле зрения. Соответственно, она вообще никак есть. Она нету, она никак не влияет. Вот опять же, убираем ее. Те же самые 77. Вот где-то вдалеке вот тут озерцо пропало. Я видел, или река. Но, тем не менее, никаких изменений по FPS не было. Оп, добавляем тоже. А теперь мне интересно, если мы под землю вот так вот опустимся. Будем смотреть тупо на воду. У нас 120 FPS. Так как мы все лишнее убрали. И убираем воду. Ну, поднялось на где-то 15 FPS. То есть, на самом деле, вся вода, которая находится под картой, не так сильно влияет на FPS. Поэтому ничего страшного. Ну, а теперь, понятное дело, этого все ждали. Когда я уберу все галочки, и мы посмотрим на полный FPS, который получится. Мне тоже это интересно. Убираем дефалт траву. Сразу FPS подскакивает у нас до очень приличных значений 120. Самая жесткая это трава. Действительно, ребят, мы это выяснили. Убираем, тираем. 3, cloud, world. И что мы в итоге имеем? В чистом виде 200. 200 FPS. Вниз смотрим тоже 200. Сюда смотрим. Ну, тоже в районе 200. Чисто в небо смотрим. 211. Все-таки вот эта дымка, туман, я так понял, немножко тоже как-то сжирает FPS. Сейчас для чистоты эксперимента улечу на берег, потому что вдруг все-таки как-то... Ну, не знаю. Даже если мы убираем все вот это окружение. Потому что я замечал на берегу самое всегда высокое FPS. Так, вот я улетел на берег. То я стоял прям в центре, где куча травы. И сразу при всех включенных параметрах, видите, FPS выросло до 100. До 130. Это при записи. И 140 с 1-2 без записи. То есть здесь FPS при высоких FPS все-таки сжирается. Блин, Мишка, не подходи ко мне, боже. Нет, не подходит. Еще Мишка сжирает лишний FPS. Так, и теперь для чистоты эксперимента еще один трюк сейчас проделаем с водой. Опять же, мы смотрим на воду и убираем тупо воду. Бабах. Что у нас происходит? FPS немножко выросла. Мишань, у меня годмод включен. Так, с Мишанкой пришлось разобраться. Вот так у нас воду мы убираем. Сразу, естественно, вместо воды появляется уже дно. Мишань, ты живой что ли? Я тебе вроде убил, ко мне движется. Так, 135 FPS надо запомнить. И все-таки да, вода немножко сжирает. Но не настолько много. Теперь для чистоты эксперимента опять убираем все галочки. Мы на краю мира. По идее, сейчас вообще ничего не должно у нас грузить. И Мишаню выключим. И смотрим на наш FPS. Там было 200 посреди травы. Ну, в принципе, да, не имеет значения. Отключая все, вы действительно отключаете все. Не важно, в какой части карты вы находитесь. То есть, у меня видеокарта вот выдает при записи 200, 204. Если на небо смотреть, при всем отключить. 209. Сейчас без записи посмотрю. А без записи, ребятки, на удивление, 230 FPS выдает. То есть, при высоких FPS уже 20 сжирается FPS. То есть, чем ниже FPS, тем меньше жрет запись. То есть, такое вот явление еще наблюдал. Поэтому, как мы выяснили, травишка, травишка. Ну, деревья так тоже влияют, но не настолько сильно. Ну, а вода, которая под картой, она вообще никак не влияет на наше FPS. Вот такие вот достаточно интересные наблюдения. Но это как офф-топ такой. Для тех, кто любит во всем разбираться. Ну, то, что я. Поэтому я все это вставляю в конце. Все, ребятки. С вами был Flash. Увидимся, как всегда, на серверах The Trust. До пятницы по MSK. До 18.00 работают ограничения. На Сишки, на оружие, на топовое. Чтобы специально развиться и играть. И будем ждать с нетерпением новой XP-системы. Все, ребят. Увидимся в следующем видео.